травку для анфисы в прошлый раз сажала я в пластиковую прозрачную квадратную коробку и очень потом интересна была фактура у корней корни перепрели всю землю и такая необычная фотография получилась а потом покажу сегодня я сделала вот такой горшочек самодельный из банки от квашеных арбузов посадим в обычную вот в такую землю и вот наша травка сажаю я уже второй раз каждый раз когда травка вырастает анфиса и оседает я траву выкидываю не пересаживаю другой горшок и что-то еще вместе с горшком все это выкидывал потому что сейчас очень повышенная влажность и потом начинает это все присниветь и мыть это не хочется и так значит я сейчас засыплю сюда торфа и посажу этот состав практически по краев делаю такую ямку по центру отодвигая землю по краям края сейчас мы чуть-чуть сбрызнем простой водичкой не фильтрованной обычно самой простой водой из-под крана какой фильтрованные там или что-то еще не ставлю также не надо никаких удобрений трава растет очень быстро буквально не знаю прошлый раз когда сажала может быть дня три так и засыпаем где-то вот столько чтоб понимать все и теперь вот сейчас покажу оставшуюся воду еще немножко полить внизу я предварительно сделала дырочки продать сейчас не видно надо было сразу снимать вот и теперь ставим вот эту всю прелесть на подоконник вот сюда этот мы поставим поближе к солнышку чтобы лучи попадали на горшочек свет так вот теперь он будет тут у нас стоять вместе с рождественником из как же называется дже-дже-дже чего-то там смотрела видео набирала в интернете растения для фотографов очень неприхотливая взяла сегодня это разновидность пальмы значит сказали можно пока не пересаживать и поливать два раза в неделю позже в описании я оставлю название этого растения чтобы если захотите можете посмотреть у себя в локальном магазине любит тень сказали никаких прямых солнечных лучей только максимум рассеянный ну и так ждем когда наша травка вырастет в следующем видео покажу уже результат и как анфиса ее ням-ням всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайк и всем удачи и